Здравствуйте, водолеи! Это еженедельный расклад неделя с 25 по 31 мая. Тема недели. Девятка Пентаклей. Девятка Пентаклей обычно символизирует успех, самодостаточность, неплохую самооценку, но с налетом одиночества. Я имею в виду, нет такого, эта женщина, у нее все есть, вот все. Чуть-чуть не хватает какого-то душевного тепла ей. Может, хотеться, но в целом, да, это карта успешности. Неважно, даже если вы мужчина-водолей, то есть карта успеха на этой неделе, он вам сопутствует. Но говорю, что, тем более, вот видите, как в любви вышло, есть немножко элемент, даже если вы в паре, неважно, вот какой-то душевной близости, что ли, у вас на этой недельке, да, немножко не хватает. У вас и у нас, не забываем. Так что не надо воспринимать мои слова как в ваш адрес и в свой тоже. Дом-семья, алхимик, ну, то есть маг. Это, естественно, решение каких-то домашних задач, связанных с домом, с семьей. Положительные решения. Возможно, эти решения, они здравые. Возможно, даже материального характера какие-то могут быть. Ну, то есть требующие, да, затрат. Может, могут быть вопросы, связанные с детьми. Опять-таки, решения этих вопросов, ну, такие конструктивные. Потому что маг, это управляемый Меркурием, он по существу. Как бы по существу, с выгодой, со здравым смыслом, без каких-то лишних эмоций, без истерик, без душевности, задушевности. Просто по делу. Деловая карта. Любовь, отношения, двойка мечей. Двойка мечей, что это может быть? Сомнения, естественно, разного характера. Для некоторых, вот я смотрю, в карте испытаний у водолеев, тройка жезлов. Тройка жезлов – это какое-то, например, ожидание. В испытаниях, эта карта говорит о том, во-первых, не надо ждать, не надо бегать каждый раз к окну, или к почтовому ящику, или к компьютеру, высматривание сообщения. Будьте спокойны, расслабьтесь, не ждите, оно придет, потому что они, видите, корабли уже на подходе. Вам не надо ждать. Все придет в свое время. Может быть, вот из вас некоторые, например, не получая нужного сообщения, вы начинаете терзать себя сомнениями. А может быть, он не любит или она, а что такое? То есть, это карта сомнений, это карта, возможно, с партнером, с близким человеком и с друзьями тоже. Это, возможно, разногласия какого-то характера. Если вы, например, вы водолей, если ваш партнер масть воздуха, это может быть просто, знаете, не задушевная такая вот неделя, не такой любви и романтики, нет, а просто почти деловое общение, дружеское общение. То есть, вы как бы вот на одной ноге, а возможно и противоречие о чем-то, естественно. Вы там лебедь-рак без щуки. Лебедь-рак и щука. А вы вот так, он говорит, отдыхать поедем, не знаю, там на Байкал, а вы говорите, хочу Египет. Вот тебе и разногласия, пожалуйста. Разногласия такого чисто интеллектуального характера. Я говорю, и это могут быть сомнения. Но если ваши сомнения будут связаны, просто имейте в виду, если вы чего-то ждете, сообщение от своего возлюбленного, возлюбленной, не ждите. Все придет в свое время, не надо себя терзать сомнениями. Работа, карьера. Туз Кубков. Туз Кубков символизирует обычно, что благословение свыше, шанс найти свое призвание. Покуда это в работе, это может быть, ну если мы недельный расклад смотрим, не будем так страшно глобально. Девятка Пентакли, карта успеха, карта самодостаточности. Потому что эта женщина, она добилась обычно всего сама. То есть, неважно, даже если вы мужчина-водолей. То есть, то, чего вы добились, у вас есть знания, у вас есть опыт, навыки, вы многое умеете. Но, например, ну как вот, понимаете, типа не в той сфере я тружусь условно, но это я по-крупному беру. И вдруг вы понимаете, где вы хотите, где вы себя видите. Например, там была всю жизнь учительницей английского и вдруг раз поняла, что нет, вот ландшафтный дизайн – это мое. Вот туда я пойду, там, например. Ну, это крупномасштабно. А если мы берем неделю, то это может быть нахождение чего-то, какой-то фишки в своем же собственном деле. Но вдруг вы понимаете, вот как, вот как я хочу это делать. Это своего рода вдохновение, благословение свыше, осознание чего-то, в том числе и поддержка. Это, естественно, высших сил, понятно, по голубю, дух благословляет. Но это поддержка в лице людей, в лице друга, партнера, там, соратника, неважно, коллеги по работе. То есть вы ощущаете на этой неделе поддержку. Безусловно, для некоторых, погода, не забываем, туз кубков – это такая большая эмоциональность. И когда прям просто плещут из тебя эмоции, конечно, это могут быть разного рода эмоций. Но старайтесь не думать и как-то сдерживать. Больше смотрите на все позитивно. В любом случае, это какой-то шанс. Позитивный шанс, положительный шанс, хороший. Деньги, финансы. Иерафант. Папа, верховный жрец, первосвященник. Вы знаете, я вот по этой карте могу только сказать, что это какие-то стабильные деньги. Это честные деньги. Если дьявол у нас символизирует и левые, и, понятно, всякие разные, то верховный жрец – это честно заработанные деньги. Неважно, каким способом. Хоть вы дальнобойщик выпахали, хоть вы юбки шьете, чем бы вы ни занимались, вы честно зарабатываете свои деньги на этой неделе. И вы себя чувствуете по верховному жрецу. Ваше ощущение вашего финансового положения. Вы себя чувствуете комфортно, нормально, спокойно. И относитесь к этому философски, потому что верховный жрец символизирует такой синтез духовного и материального, когда они гармонично вот так вот сходятся и образуют своего рода покой в душе. То есть они у меня есть, но я их честно заработал. И, как говорится, слава Богу, и хорошо. То есть я сплю спокойно, я честен с собой, я честен с людьми и так далее. То есть вот такое у вас состояние позитивное на этой неделе. Ну, вот эти сомнения, я говорю, это может быть чисто интеллектуальное общение, кто думает о встрече новой любви. Встрече новой любви. Ну, во-первых, двойка мечей вообще символизирует разные противоречия. Может быть, вы будете сомневаться, надо или не надо. Или там Вася или Петя, Маша или Катя. Понимаете? То есть вот могут быть такие противоречия внутренние, сомнения, терзания. Ну, это всего лишь неделя. И магический оракул ангелов Марио Дагвея – «Дитя во мне». Карта «Дитя во мне» – это наш внутренний ребёнок. Понимаете? Это вот та часть нас, которая верит в чудо, верит в сказку, верит в то, что все люди добрые, все нас любят. То есть это та часть, порой, которую мы, естественно, переживая разные неприятные события в нашей жизни, иногда мы настолько залазим под панцирь, как черепаха, что никто даже не видит этого нашего, даже мы порой уже забываем вообще, есть он в нас. Вот посмотрите, девчонка одела не то папину, не то мамину там маечку, да, подвязала пояском, получилось платьишко, сделала там бусики из цветочков, сидит с птичками, разговаривает. Она в тишине, под деревом, в покое, в безопасности. Она мечтает о чём-то, она разговаривает, она спокойна, она не чувствует никакой угрозы от внешнего мира. И у неё есть мечты, вот такие простые, чистые, детские мечты. «Я хочу стать учительницей». Понимаете, она не думает о том, выгодно это, невыгодно, вообще престижно это, непрестижно. Вот человеку хочется что-то в жизни, и она об этом честно мечтает. «Хочу стать артисткой». И всё, вот она хочет, понимаете, она не понимает, что рост не соответствует, там, не знаю, денег у родителей, нет на это. Она об этом не думает, она просто мечтает. И вот здесь, на этой неделе, то, что у вас связано, это, понимаете, это может быть и хобби, покуда это работа, дела, и в том числе наши дела, которые мы делаем, помимо непосредственной работы, ну, как мы по найму когда, это какое-то вдохновение. Так вот, просто если вас захлестнёт, вам захотелось вышивать, да бегите, Господи, покупайте вы это булине, канву, вышивайте. Считайте себя самой прекрасной вышивальщицей на свете. Имеете право. Почему нет? Все люди, они творчески одарённые, в разных аспектах, просто многие не раскрывают свои таланты. Я видела людей, которые под 50 лет вдруг находят в себя, они всю жизнь хотели этим заниматься, и вы не представляете, как, даже смотришь, глаза на лоб вылазят, насколько люди могут творить и делать прекрасные вещи, и, казалось бы, в таком вроде бы, ну как, в нашем, по социальным нашим меркам, да, и по нашим вот этим стереотипам в неподходящем возрасте. Всё подходит. Не смотрите на свой возраст, не смотрите на своё положение. Выньте этого, освободите этого дитя в себе, понимаете? Освободите этого ребёночка. Не думайте о пережитых каких-то неудачах. Спокойно. Вот так вот вас свыше благословили, сказали, иди твори, дитя моё, это же дитя Божье, у тебя тоже есть таланты. Всё. Идём, творим, делаем это с удовольствием, с наслаждением. И не терзаемся никакой ерундой. Дорогие водолеи, я желаю вам удачной недели, как и себе, собственно. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»